Что было вынесено сегодня? Суд удовлетворил ходатайсоследователя об изменении меры пресечения домашнего ареста на содержание под стражей без права внесения залога. Какие подробности, где это будет и сколько по времени будет содержаться под стражей? 33 дня до 28 мая 2014 года. А где он будет находиться? В Харькове или... Написано в следственном изоляторе. Где именно в Харькове или в Полтаве неизвестно. А что это значит? Ну, по факту. Его могут перевести, не сообщить никому. Ну, прокуратура просила, чтобы он содержался именно в следственном изоляторе Полтавы, так как они опасаются, что будут какие-то штурмы там и так далее, захваты, блокирование этих объектов в городе Харькове. А насколько безопасно для Игната в Полтаве именно содержаться? Ну, в следственном изоляторе такое место, что там безопасно можно забрать туберкулезу, умереть, можно там конфликтовать с кем-то из сокамерников, то есть там никто не может быть в абсолютной безопасности. А на чем вы будете наставить и будет ли апелляция, соответственно? Да, мы будем подавать апелляцию, будем просить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Каковы шансы? Ну, остались те же самые обстоятельства, которые были и в прошлый раз. То есть сегодня избрание этой меры пресечения была обоснована, обоснованность подозрения его теми же доказательствами, что и тогда именно допросом одного свидетеля и фотографиями того, что он находился в тот день на площади свободы. И допрос свидетеля, который тоже говорит, что я видел его на площади свободы в тот день. Вот. Насколько может операционный суд признать, что подозрение было не совсем обоснованным и все-таки решит его освободить из-под стражи. Мы, по крайней мере, страна защиты на это надеется. Александр. А подробности задержания вчерашнего вы знаете, общались с этим? В городе Донецке в 10-20 вчера был задержан Крамской и Нат. Ну, а как это происходило? Ну, он не оказывал никакого сопротивления, как бы и меры физического воздействия к нему не применялись. То есть, спокойно подчинился работникам правоохранительных органов, после чего был заставлен Киевский районный суд для решения вопроса об изменении меры пресечения. Александр Сергеевич, в суде Игнат Крамской сделал заявление о том, что, собственно говоря, были действия, которые он расценивает как угрозы в свой адрес со стороны евромайдановцев. Были расписаны подъезды. Как и просил судью не применять меру пресечения, связанную с содержанием под стражей. Как вы считаете, может ли быть угроза именно его родителям, брату, то есть его семье в этом доме в отсутствии Игната Крамского? И что может сделать следствие для обеспечения безопасности? Обязано ли оно делать это? Ну, если родственники обращаться с соответствующими заявлениями правоохранительные органы в обеспечении меры безопасности, те правоохранительные органы должны будут принять решение по этому поводу. Либо удовлетворить эти заявления, либо отказать удовлетворить. Действительно, Игнат Крамской попал в такую ситуацию, когда ему пришлось выбирать, либо рисковать своей жизнью, оставаться подчиниться условиям домашнего ареста, либо все-таки рискуя свободой, все-таки принять такое решение и сохранить себе жизнь, но при этом поставить себя под угрозу изменения меры пресечения, она более тяжкая. Ему еще что-то меняет или нет? Ему меняют ту же самую статью, что и раньше, организация участия в массовых беспорядках 1 марта 2014 года, когда освобождалась обл.посадминистрация Евромайтанова. А скажите, вы ранее говорили о том, что именно свидетель, который давал показания против Игната Крамского, сам выступал в роли захватчика и что подавалось заявление о преступлении в установленном ПК порядке. Вот есть ли уже материалы этого расследования, проведены ли какие-то следственные действия? Игнат Крамской действительно подавал в Киевский районный суд заявление о совершении этим свидетелем захвата. Фактически он в своих показаниях признается в том, что он совместно с иными лицами, этот свидетель, да, ходил с перочинным ножиком, в маске, фактически контролировал государственное здание административное, Харьковскую областную государственную администрацию. И он между строк там говорит, вот я в этот день еще видел Игната Крамского на площади Свободы, которого там видел там в Ютубе, там на видеороликах и так далее, знаю там. Вот, то есть, действительно, Игнат подал такое заявление, но эффективного расследования какого-то мы не ощущаем. То есть он ни разу не вызывался, когда еще был на домашнем аресте для допроса, для иных, для очных ставок и так далее, следственных действий. У нас нет информации, он, как заявитель, не уведомлялся о том, что он привлечен к уголовной ответственности за захват зданий. Кстати, именно ссылка на эту статью висит там на бигбордах изображения Игната Крамского. Почему же не реализовано это в отношении этого свидетеля? Кроме того, Игнат Крамской подавал ходатайство прекращение этого уголовного производства. Но по-прежнему ему так и не вручена ответ на это ходатайство. Там же есть простоциальные сроки, я извиняюсь, перебила. В течение трех дней должны были вручить. Этого сделания не было. То есть он большее время находился под домашним арестом. И прокурор должен был либо удовлетворить ходатайство, закрыть уголовное производство, либо отказать удовлетворение ходатайства, чтобы мы имели возможность там обжаловать и так далее. Принять такие процессуальные решения. Скажите, вы были сегодня один как адвокат. У Игната Крамского несколько адвокатов защищает его интересы? Да, на сегодняшнее заседание был уведомлен только из адвоката только я. Заседание еще началось вчера в связи с явными нарушениями Уголовного профессионального кодекса. Именно при задержании Игната Крамского не были уведомлены близкие родственники, не был уведомлен Центр бесплатной помощи о его задержании. Когда я прибыл в суд, сразу стали рассматривать ходатайство следователя. При этом не ознакомили меня как защитника с материалами по этому ходатайству. Судья отказала об удовлетворении ходатайства. То есть за три часа должны вручить ходатайство и копию всех прилагаемых материалов ему. Этого сделано не было. Когда все-таки уже в судебном заседании стали изучать эти материалы, судья отказала даже в ознакомлении с материалами судебного производства. и иные нарушения, то есть не предоставило возможности конфиденциального общения с клиентом. Все это, конечно, вынудило сторону защиты и некоторые иные обстоятельства заявить отвод судей. Удовлетворение этого заявления также было отказано. При этом было акцентировано внимание на то, что, оказывается, одним из доводов было нарушение принципа огласности, потому что определения о закрытом судебном заседании постановлено не было. Вчера никого не пускали, кроме защитников. А сегодня прокурор заявляет, что, оказывается, все, кто хотел, могли спокойно зайти в судебное заседание. Даже сегодня, говоря о это, был закрыт калиткой, журналисты стояли по другую сторону. И только вот большими усилиями хотя бы на рассмотрении, по сути, на продолжении рассмотрения удалось все-таки допустить, что поставило в рамки судей уже чувствовалось ее старание хоть как-то придать какой-то законности этому процессу. А скажите еще вопрос, то есть, насколько я понял, с 25 апреля расследование этого дела передано в СБУ. Вот чем это мотивируется, если доказательство? Мотивирует о том, что якобы Игнат Крамской чуть ли не пытался организовать насильственное спряжение изменения конституционного строя государства. И резко изменили из городского управления, передали городское управление милиции в службу безопасности Украины управлением Горьковской области. Ну, как бы вопрос еще, в чьих действиях состоит, и мог ли действительно ли Игнат Крамской в его силах вот так вот взять и сменить конституционный строй государства, и какие доводы, никакой конкретики по этому поводу тоже в материалах не содержалось. Так, а статья, которая изменяется, это по-прежнему массовый беспорядок? Да, массовый беспорядок. Поэтому целесообразно там поручить службе безопасности Украины. Игнат Крамской он рассказывал, вот все это время, где он находился, чем занимался, и нет ли у вас подозрений, что, ну, в связи там с его фотографиями, да, которые есть в интернете, где он с оружием, где он в Славянске, есть ли подозрения, что будут какие-то новые открываться уголовные дела в отношении Игната Крамского? Ну, если вот, видите, вот это обвинение слабое, не исключено, что служба безопасности будет старать, как бы, чем-то подкрепить его содержание под стражей, то есть обоснованность, если не подтвердится подозрение в этой статье, вполне возможно, что начнут активно примерять на него какие-то другие статьи, чтобы как-то обосновать его дальнейшее содержание под стражей. То есть, ну, судя по всему, очевидно, в политической составляющей этого процесса, как бы, обоснованность именно в этом уголовном производстве под большим вопросом стороны защиты. Ну, а скажите, а вот как вы с юридической точки зрения оцениваете вот именно речь, можно сказать, политическую Игната Крамского, где он заявил, что как раз они стояли, и он стоит на страже конституционного порядка, он за законную власть, обратился к судье, как к женщине и матери. Вот как вы считаете, такие аргументы могут носить вот юридический характер и влиять на решение о судье, если она... Конечно, это может влиять на внутреннее обреждение о судье, и должно влиять, должна быть, этому оценка тоже это влияет на... Одним из вопросов, которые судья дает оценку, это обоснованность подозрения. То есть, все это, конечно, должно учитываться в себе при вынесении решения. Но не было очкинув в данной ситуации. Ну, в данной ситуации, да, подробно. Опять же, мы увидели ссылку на практику Евросуда в неконкретном размытом характере. То есть, обычная манипуляция без указания конкретного решения Европейского суда. Эту формулировку можно было с таким же успехом использовать и в стороне защиты. То есть, ну, интересы общества, это там вырвано там с какого-то решения против каких-то террористов, возможно, там... Какое отношение именно к этому делу, эта формулировка, то есть, текстуально идентичная с теми, которые мы читали по задержаниям 7 апреля, когда была зачистка, так называемая, антитеррористическая операция в Харьковской угол администрации. Там эти формулировки тоже распорядывают, причем у разных судов. То есть, наверное, единый шаблон существует, я так понимаю. Ну, в этом эти формулировки отсутствуют в ходатасе следователя, то есть, что наводит определенные мысли. Говорите, пожалуйста, на камеру. Все, собственно, коллеги, все? Все, спасибо большое. Ваше имя и фамилию, что ли? Это Шадрин Александрович. Мы можем с вами записаться. Шадрин Александрович.